Торжественная церемония на рассвете как знак того, что сотрудникам полиции не привыкать быть в строю круглые сутки. В честь профессионального праздника Рустам Мениханов вручил ключи от новых полноприводных внедорожников 41 участковому полиции. Как подчеркнул президент, именно они и ближайшие к людям представители власти. Хочу поблагодарить от имени жителей республики, от себя лично, каждого из вас за тот труд, вклад, который обеспечивает сотрудникам внутренних дел по безопасности в нашей республике. Если взять республику Татарстан, она один из промышленно развитых инвестиционно-провлекательных регионов. И, конечно же, без обеспечения безопасности, никакой туристической привлекательности, никакой инвестиционной привлекательности быть не может. Ленар Нуреев из Пестеричинского района участковым работает около 15 лет. Как говорит, в день приходится проезжать до 300 километров, поэтому новая проходимая машина очень нужна. Рад, что получил от президента автомобиль. Проходимость хорошая, автомобиль очень хороший. Везде можно проехать, в любое время, в любую погоду. Новый служебный внедорожник теперь и участковый из Зеленодольского района Азата Аширапова. Нам машина очень нужна, чтобы оперативно и быстро решить вопросы на участке. Глава МВД Артём Хохорин отметил, благодаря поддержке республики материально-техническая база полиции улучшается с каждым годом. Татарстане регулярно обновляют автопарк, строят и ремонтируют отделы полиции и опорные пункты. За последние шесть лет на улучшение условий из бюджета республики выделено около двух миллиардов рублей. Такой поддержки не имеет надежды. Мы со своей стороны, мы со своей стороны должны обязаны чётко выполнять свои обязанности во благо республики, во благо населения республики. Как подтверждение слов, новый общественный пункт охраны порядка в микрорайоне Салавет-Купере. Его также посетил Руслан Мениханов в сопровождении Артёма Хохорина. Объект стал достойным подарком правоохранителям в преддверии профессионального праздника. Президент осмотрел зону приёма посетителей, рабочие кабинеты сотрудников. Они оснащены современным оборудованием. Все камеры, установленные Салавет-Купере, транслируют картинку в онлайн-режиме. Этот пункт обслуживает порядка 27 тысяч жителей этого микрорайона и жилого массива Залесной. В ближайшее время, когда сдадут вторую очередь жилищного комплекса, жителей станет больше на 5 тысяч. Рустам Мениханов отметил важность безопасности населения растущего микрорайона и поручил подобрать ещё одно помещение для второго пункта охраны порядка. Здесь сколько участвовало? Здесь в Астане 6. 6 человек. Один в Астане целый. Один в Астане целый. Один в Астане целый. И сюда мы вывели все камеры, которые Салавет-Купере и вновь открывшись на все партии. Это наша точка роста. Всех сотрудников МВД Республики Рустам Мениханов поздравил на торжественной встрече. Здесь президент вручил госнаграды отличившимся полицейским. По итогам минувшего года МВД Татарстана признано лучшим в стране. Во все времена МВД по праву считалось ключевым звеном правоохранительной системы России. А сотрудники ведомства всегда были оплотом государственности. В условиях проведения специальной военной операции важнейшей из них является поддержание общественного порядка и общественной безопасности. Одним из приоритетных направлений работы остается противодействие распространению экстремизма. Первоочередная задача вывести из-под удара молодежь. Также в числе приоритетов профилактика правонарушений и безопасность на дорогах. Как отметил Артем Хохорин, в республике сохраняется тенденция снижения ДТП. Помимо исполнения повседневных обязанностей, наши сотрудники в этом году обеспечили безопасность более чем 3,5 тысяч мероприятий с массовым участием граждан. И, наверное, только мы знаем, насколько непросто дается удержать высокий уровень раздативности, интенсивный темп работы. Сейчас Татарстан остается одним из наиболее благополучных и стабильных регионов страны. Сохранить это еще одна задача полиции.